Милые бронятся, только тешатся. Во время ссоры гражданских супругов глава семейства решил избежать скандала, а точнее уехать на машине, которая принадлежит его любимой. Мужчина никогда не имел водительского удостоверения. Но ни отсутствие прав, ни сильнейшее алкогольное опьянение не помешали ему сесть за роль. Чем закончилась эта история, знает Ксения Лосева. В ночь на 7 февраля в Сыктывкарскую полицию обратилась женщина и сообщила, что у нее угнали машину. Белую Ниву тут же объявили в розыск. Через некоторое время патрульный экипаж ДПС обнаружил угнанный внедорожник во дворах по улице Коммунистической. За рулем сидел явно нетрезвый мужчина. Сегодня спиртные напитки употребляли. Что пили? Ну, прям можно. Пиво, вот. Все понятно, да? Угонщик объяснил, что поругался с любимой и сильно переживает. Вежливые инспекторы даже посочувствовали мужчине, мол, еще помиритесь, а затем предложили пройти процедуру алкотеста. Предлагаю вам пройти осветительное состояние опьянения на месте. Да, конечно. Пройдем? Продуем трубочку, хоть раним. Да, да, конечно. Согласны, да? Я буду трогать. Все, посмотрите, пожалуйста. На картинском жарке. Ну, да. Результат теста поразил бывалых сотрудников ДПС, которых уже трудно чем-то удивить. 1.454. Почти полторы промилля. Видите? Да. Вводим на бумагу. Я еще вижу, да? Серьезно. Здоровья много, значит. Стоит отметить, полторы промилля алкоголя для обычного человека – это половина смертельной дозы. Как он в таком состоянии оказался за рулем машины, которая числится в угоне, мужчина скрывать не стал. В ходе разговора с инспекторами ДПС, мужчина 1984 года осознался, что действительно совершил угон данной автомашины. И для дальнейшего разбирательства он был доставлен в дежурную часть МВД России по городу Сыктывкару. В отношении угонщика возбудили уголовное дело. Впрочем, заявительница простила сожителя и попросила его не наказывать. За то, что мужчина сел за руль без прав и под шофе, суд назначил ему 10 суток административного ареста. Субтитры создавал DimaTorzok